Разговор в прямом эфире. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяка полтора часа отвечал на вопросы жителей островного региона. Результат первой прямой линии – около 70 телефонных звонков и более 2,5 тысяч обращений из 36 населенных пунктов всех муниципальных образований региона. Принимались телефонные звонки, видеообращения, вопросы из социальных сетей и прямые студии. По мнению губернатора, формат прямого общения позволяет глубже понять и оперативнее решить имеющиеся в регионе проблемы. Самыми популярными темами стали переселение из ветхого и аварийного жилья, коммунальные проблемы и работы управляющих компаний, дорожное строительство, благоустройство, развитие спорта, льготы для многодетных молодых семей, новые меры социальной поддержки. Жители Сахалинской области жаловались на дороги. Из Холмска поступил вопрос о нехватке пассажирских автобусов. По нескольким вопросам выходили на связь с руководителями муниципалитетов, в том числе и с главой Ахинского городского округа. Сергей Гусев рассказал о действиях в решении вопроса строительства общественной бани. Сергей Николаевич, на последних встречах мы договаривались о том, что мэрия должна доработать проект на сменную документацию и в основном порядке представить по строительству бани. Как обстоят дела сейчас? Да, в городе проблема со строительством бани, конечно, существует. И ахинцы многие хотят иметь баню достойную и современную. Планировалось строительство бани на 2018-2019 год. Почему затянулось строительство бани? В 2016 году, когда в августе-июле месяце была проектно-смертная документация, она была на согласовании, на разработке, и бани не была включена в адресную инициационную программу. Но в настоящее время рассматриваются другие варианты. Сейчас рассматривается проект деревянной бани из кругляка диаметром 38-30 сантиметров. Проект удешевлен практически на 13 миллионов. На нас вышли СИПРЕС. И они готовы нам предоставить проект и построить баню. Но в 2018 году баня, если нас поддержит правительство Сахалинской области, будет сдана под ключ. Хорошо, Сергей Николаевич, это первый ваш будет объект, который вы возведете как недавно избранный мэр города. За что вам жители, безусловно, скажут большое спасибо. Мы со своей стороны поддержим. Главное, чтобы эти планы и те проекты, которые у вас есть, чтобы они были осуществлены. Поэтому лично контролируйте это. И я по приезду тоже посмотрю. Буду надеяться у вас там на следующей неделе. Посмотрю, что за проект. И это место определено. Поэтому давайте заниматься этим вопросом. Он очень важен и нужен для ахинцев. Прозвучал и глобальный для всего региона вопрос о необходимости организовать современные мусороперерабатывающие производства. У нас, к сожалению, нет ни одного мусороперерабатывающего завода, ни мусоросортировочного. Ожидание того, что придут какие-либо инвесторы и решат эти вопросы, заканчивается, как правило, простым. Вы дайте нам полигон. Мы сейчас поднимем в 9 раз тариф. А потом вам начнем делать счастливое будущее. То есть заниматься экологическими вопросами при непонятном подходе. Уже период ожидания мы по-разному советовались и рассматривали множество таких инвесторов. Принято нами решение о том, что все-таки это будут затраты непосредственно бюджетов и муниципальных, и областного. Поэтому программа такая будет сейчас. Она дорабатывается уже. Она будет обнародована. Я думаю, что в ближайшие месяц-два. То есть по проектам муниципальных полигонов и сортировочных цехов в муниципалитетах единого завода, где будет мусор перерабатываться, в том числе и пластик. Это все представляет абсолютно Евгений прав. Это представляет собой определенный спрос на рынке. И алюминиевая продукция, и пластиковая продукция, и макулатура. Причем это экспортно-ориентированная группа. Как бы ни было срам. Но для этого нужно создать условия. Поэтому мы сейчас такую программу будем принимать. Не будем ждать уже никаких инвесторов. И будем вместе с муниципалитетами ее вытаскивать. Думаю, что в течение трех лет, в том числе и по Курилам, мы ее решим. Именно по строительству заводов, упорядочению полигонов. С тем, чтобы у нас действительно остров был чище. И граждане, тогда уже мы подойдем к тому, что и мусорные контейнера мы тоже будем сортировать по видам коммунальных отходов. Жителей Курильских островов сильнее всего заботит вопрос цен. Стоимость продуктов питания в Южно-Курильске – одна из самых высоких по области. В Макарове поручено построить лыжную базу и оборудовать пляж для детского отдыха. В Паранайске – пересмотреть в сторону увеличения жилищной нормы по программе переселения из аварийных домов. В Долинске – ускорят передачу бывших военных городков в муниципальную собственность. В завершении эфира Олег Кожемяка ответил на несколько личных вопросов, в их числе о сложном рабочем графике губернатора. Единственный выходной в нем – воскресенье. О детях он рассказал, что кроме двоих родных воспитывает и дочь погибших родственников. Старший сын после прохождения срочной службы на флоте работает в рыбной отрасли. Средняя дочь поступила в институт, а младшая, которая 11 лет, еще учится в школе. В финале беседы глава региона сказал, что подобный формат общения с сахалинцами и курильчанами в режиме реального времени он намерен продолжить.